Ребята, всем привет! Вы на канале TESLAB и рассказываю сегодня про итоги своего эксперимента по поводу мойки фары. Вы в комментариях часто просили меня ответить на вопрос, можно ли фары мыть и какой результат будет после помывки. Я и сделал этот эксперимент, чтобы внятно и предметно ответить на этот вопрос. Итак, в чем состояла наша задача? Наша задача была очень проста, не разбирая фару, то есть не распаивая ее, попробовать ее промыть и тем самым улучшить освещенность на ближнем свете. Вот эта фара, она не новая, она с разборки, в ней было определенное количество пыли и грязи, не такое конечно большое, как у некоторых я видел людей, которые ездят без задних крышек. Но достаточное количество было на линзе некого налета, который явно мешал светить этой фаре лучше. Ну я задался вопросом, а что собственно если замерить освещенность сначала до мойки, потом помыть и замерить после, тем самым дать вам информацию о сколько все таки дает прибавки в свете такой простой способ как мойка фары. Ну и для самых нетерпеливых, безусловно я скажу, что эффект от помывки действительно есть, он виден невооруженным глазом, но есть некоторые нюансы о которых давайте поговорим. Итак, я обратился к подписчикам, которые занимаются именно мойкой фара, и вот они мне посоветовали очень простой способ. Заключается он в том, что мы берем ферри, либо подобное средство для мытья посуды. Суть в том, чтобы она достаточно хорошо пенилась и с помощью этой пены отмывала нам различные загрязнения. И также мне посоветовали использовать вот куски поролона, это обычная губка, которую я нарезал ножом на такие вот прямоугольники или квадратики, для того чтобы кинуть их вместе с моющим средством внутрь фары, и вот эта помывка была бы более качественной. Сразу скажу, из-за них случился небольшой трабл, который вот здесь вот в уголочке, может быть кто-то уже разглядел, но о нем чуть-чуть попозже. И в общем-то вся технология мойки фары сводится к тому, что вы просто заливаете теплую воду, разбавляете в эту воду немножко фейри, и этот раствор, который начинает активно пениться, заливаете фару и болтаете фару из стороны в сторону, она у вас соответственно с помощью этой пены отмывает вот эти все загрязнения, которые есть внутри фары. И после того, как вы эту воду поболтаете фаре минут 5-7, вы ее сливаете и заливаете новую. И так где-то делаете раз 5-6, и постепенно после второго раза вы полностью можете уже не добавлять фару в фейри, для того, чтобы у вас количество пены уменьшалось и со временем осталась только чистая вода. Вот вы сейчас видите на экране, как я много-много раз менял воду, и постепенно количество пены уходило. Паролон, который болтался в фаре, соответственно эту фару дополнительно очищал. И где-то после раза 7-го у меня фара в общем-то стала практически уже... Она да, вся стала мокрая, она была вся в воде, но пены как таковой уже в ней не осталось. Также, ребята, очень важный момент, про который я хотел бы сказать, это то, что фару надо из нее снять все лампы, все патроны вытащить. Если это штатный ксенон, то блоки розжига снять, то есть для того, чтобы у вас вода не испортила вам никакие электронные компоненты. В моем случае тут все было достаточно просто, потому что фара была галогеновая, корректор я не стал снимать. Но если вы хотите перестраховаться, то лучше снять его тоже, потому что в нем тоже есть электрические компоненты. И так, в общем, после где-то 7-го вот этого залива слива воды, фара стала мокрой, блестящей с виду, она стала вообще как новая. И настал момент самого приятного, настал момент удаления разводов. Разводы я удалял с помощью спиртосодержащего раствора под названием водка. Если у кого есть спирт, ну соответственно, найдите его и можно его использовать. Вот эту пол-литру я просто заливал внутрь фара на самом конечном этапе, чтобы растворить остатки воды и тем самым уменьшить количество разводов. Также после того, как я уже все это сделал, мне написали пару человек, которые предложили свой альтернативный вариант. Может быть я его также буду использовать, когда вместо водки можно использовать для промывки просто дистиллированную воду. Дистиллированная вода, она на то и дистиллированная, что в ней нет практически никаких примесей и, соответственно, разводов на фаре она оставлять не будет. Но, повторюсь, возможно я этот способ тоже проверю и дам какую-то уже оценку в каком-то следующем видосе. Ну и после этого начался очень долгий процесс сушки фары. Сушил я ее с помощью компрессора, у кого нет компрессора, те сушат ее с помощью фена. В общем-то очень не быстрый процесс и особенно это если у вас две фары, то вся эта процедура мойки фар двух вас займет точно один день. Потому что там еще будет сборка-разборка, которой у меня не было. Но суть в том, что настраивайтесь, что это минимум целый день, если заниматься этим серьезно. И вот тут ребят хотел сказать о своем фейле, который у меня случился из-за вот этих кусочков поролона. То ли губку я выбрал слишком мягенькую, то ли кусочки поролона были слишком большие. Но суть в том, что часть кусков поролона вот здесь вот оказались на углу в фаре, их сплющило водой и они туда забились в самый угол. И вытащить их теперь нет никакой возможности, кроме как распаивать фару. Я и долбил ее и пытался по ней стучать. Ничего не помогает, поможет только ее распайка. Но я решил, что пусть она пока здесь останется, потому что на результаты эксперимента влиять она не будет. И какие мысли у меня по поводу поролона? Вот этот поролон он слишком мягкий, ребят, он слишком мягкий, лучше использовать более жесткий поролон. Он есть в упаковочных таких, если у вас есть какая-то упаковка от какой-нибудь техники, вы что-то если покупали, то лучше использовать его. Потому что он не будет вот так вот прожиматься и не будет вам забиваться наглухо вот в самой крайней части вашей фары. Учтите этот момент. И второй момент, который бы я сделал по-другому, будь у меня вот этот опыт, я бы не кидал фару где-то в районе 20 кусков поролона. Я думаю, что это было слишком избыточно. Достаточно 5-7, ну край 10 кусочков поролона, вот где-то размером 1 квадратный сантиметр. И этого будет более чем достаточно для того, чтобы они у вас елозили по фаре и соответственно очищали вам ее поверхность. Итак, ребят, теперь самое интересное, что в итоге все это дало. Дало это то, что визуально линза стала более прозрачной. Это видно на фотографиях до и после. Видно, что после она не стала конечно идеально чистой, это видно, но количество грязи и пыли на ней стало заметно меньше. И я, ребят, прогнозирую, что у меня фара была в общем-то не в самом плохом состоянии. Это видно. Есть гораздо худшие фары, связанные это с тем, что если человек поездил хотя бы там недельку-две-три летом без задней крышки, то в фару налетает огромное количество грязи и пыли и на линзу, и на внутреннюю часть вот этого внешнего стекла. И там эффект от помывки конечно же будет больше. У меня фара была в общем-то не в плохом таком состоянии, и то у нее было видно, что действительно линза стала чище. На этой фаре в основном был налет именно связанный от работы лампы, то есть это частички отражателя. которые оседают в итоге на линзе и тем самым ухудшают прозрачность вот именно стекла. Это был мой случай. У вас результат может быть лучше, может быть хуже, но давайте я покажу, что получилось у меня. Итак, когда я снял показания после уже вот этих всех манипуляций, я естественно поставил фару максимально в то же самое положение и по тем же точкам снял показания. Что у меня получилось? Получилась у меня такая штука, что действительно фара стала светить ярче. И особенно, что я заметил, у нее стала гораздо более четкая светотеневая граница. Это как раз к вопросу о том, что линза стала более прозрачной и свет стал распространяться более прямолинейно. То есть вот эта мелкая грязь и пыль, она его перестала разбивать. Поэтому освещенность в центре увеличилась и светотеневая граница стала более четкой. В общем-то, если бы состояние фары было хуже, то я прогнозирую, что эффект там был бы не 5-7-10 процентов, а в районе там 20-30 процентов, а может быть даже и больше. Так что, если задаваться вопросом, может ли помочь данная процедура или нет, то я скажу так. Она вам скорее всего поможет и процентов там в 99 процентах случаев. Потому что действительно помыть фару, как показала практика, от грязи не разбирая можно. И действительно эффект есть. И если бы не траблы вот с тремя кусочками вот этого поролона, которые забились в самый дальний угол, То я бы считал, что эксперимент удался вообще на все 100 процентов. А так, к сожалению, это был мой фейл, что я использовал слишком мягкий поролон. Об этом я уже говорил. Повторюсь, используйте поролон от упаковки. Он, во-первых, будет отмывать лучше за счет того, что он более жесткий. И во-вторых, он не будет забиваться именно в самые дальние края фары. И ребят, у меня также есть мысли по поводу того, чтобы сделать данный эксперимент с рефлекторной фарой. Посмотреть, что будет там. Пишите в комментариях, нужен ли вам такой эксперимент. Интересен ли он вам будет или нет. Соответственно, по количеству комментариев я пойму, надо его делать или не надо. И если эта информация была вам полезна, то ставьте лайк. Если была бесполезна, либо вы не узнали ничего нового. Не стесняйтесь, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин. И до новых видео.